Уважаемый Виктор Анатольевич, уважаемые коллеги, мой доклад – это продолжение древнего спора между разумом и чувством, между Аристотелем и Платоном, а более близкую нам эпоху, между психотерапевтами, которые подчеркивали важность интеллектуального прозрения и поборниками эмоционального опыта. Другими словами, речь пойдет о проблеме соотношения психотерапии аффективного и когнитивного, о значении катарсиса и инсайта. Оба эти понятия – катарсис и инсайт – тесным образом связаны и фистично перекрывают друг друга, отражая тем самым идею единства аффекта и интеллекта. В отечественной психологии эта идея изначально возникла в трудах Григоцкого, который открыл существование динамической смысловой системы, представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Для нас, привержившись в школах психологии отношений Мясищева, вопрос о соотношении когнитивного и аффективного психотерапии приобретает особое значение в связи с разработкой современной модели патогенетической психотерапии, аналитико-катартической терапии. Патогенетическая психотерапия генеалогически связана с психоанализом и рациональной психотерапией. В связи с этим важно просветить, как решалась проблема рахома и чувства в этих подходах. Итак, сначала был катарсис. Впервые этот термин был употреблен Аристотелем в его поэтике. Трагедия, по мнению Аристотеля, вызывает страх, гнев, сострадание и другие сильные чувства, заставляя зрителя пережить эти чувства, тем самым очищается его душевное состояние. В психотерапии одним из первых этот термин, термин катарсис, употребил Брейлер, создав катартический метод, который явился в предпече психоанализа. В работе «Этюды по истерии», написанной Брейдом совместно с Брейером, авторы развели концепцию психогенеза невроза, согласно которой истерические симптомы вызываются бессознательными, эмоционально заряженными воспоминаниями о перенесенной психической травме. Используя гипноз в лечении истерии, Фрей и Брейер обнаружили, что симптомы истерии исчезали, когда им удавалось вызвать в памяти больного воспоминания о травматическом событии, которое спровоцировало эти симптомы. Причем важным было не просто вспомнить событие, а пережить его вновь. Воспоминания же, то есть когнитивное знание, без соответствующих переживаний никаких результатов не давало. Таким образом, извлечение мыслилось через разрядку переживания в форме абреакции или катарсиса. В той же работе авторы писали, что отреагирование терапевтично само по себе, независимо от того, понимает ли пациент важность вытесненного переживания. То есть знание не важно, важно это эмоциональное отреагирование, катарсис. Поначалу Фрей лечил своих пациентов методом катарсиса, однако вскоре он обнаружил, что симптомы возвращаются, как только нарушается его личная связь с пациентом. Брейт убедился в том, что с помощью этого метода невозможно одарить сопротивление, которое пациент оказывает воспоминанию вытесненного материала. Испытав разочаровательную гипнозию, Фрейт создает психоаналитический метод, противопоставляя его катартическому методу Брейта. Возникновение психоанализа связывается с отказом Фрейта от теории травматического происхождения неврозов и катарсиса как метода их лечения. Фрейт переходит к идее, что в основе невроза лежат не реальные события, травматическая ситуация, а внутренние причины, инфантильные сексуальные комплексы, бессознательные желания, побуждение и влечение раннего детского возраста. В задачу психотерапии входит реконструкция этих ранних конфликтов посредством техники интерпретации символов вытесненных желаний. Таким образом, Фрейт отказывается от катарсиса в пользу инсайта, осознания смысла символического поведения. В начале существования психоанализа считалось, что анализ должен пользоваться только когнитивными средствами – интерпретация, осознание. В связи с этим Фрейт приписывал своим ученикам правила умеренности или нейтралитета. Развитие психоанализа заставило усомниться в правомерности формулы излечения через осознание. Шандо Ференс и Отто Ранх были первыми, кто усомнился в первостепенной роли интеллектуальных основ лечебного процесса. Они считали, что надо заменить интеллектуальные процессы аффективными переживаниями. Другими словами, надо было так или иначе вернуть катарсис. И Ференс снова начал использовать в своей практике гипноз, по крайней мере, эпизодически, в разработанном им неокатарпическом методе. Дальнейшие нововведения в психоанализе, связанные с попытками усиления доли эмоциональности в процессе аналитического лечения, принадлежат теоретикам объектных отношений. Подчеркиваю, важнейшие значения симбиотических связей между матерью и грудным ребенком, они добивались успеха при психоаналитическом лечении пограничных состояний, а также больных с психозами. Расстройства у таких больных связаны с аффективной дефицитарностью, имеющей место в раннем детстве. И поэтому терапия состоит в восполнении дефицитарности путем установления с пациентом эмпатических отношений, интенсивного эмоционального общения. Задача пациента не просто понять, а вместе с поддерживающим терапевтом, как бы заново прожить начало своей жизни, в которой по разным причинам не хватало принятия. Как указывают сами психоаналитики, начиная с первенцы, психоанализ как терапевтический метод, а не как способ познания психики, пребывал в несколько десятилетиях состоянии кризиса. В своей знаменитой статье «Анализ, имеющий конец и бесконечный анализ», написанный в 1937 году, предзаявил о том, что большие надежды, которые он возлагал на целебную силу интерпретации, и осознание рухнули. Его опыт лечения больных убеждал его в этом. Интерпретация и осознание сами по себе не способны вызвать глубокие изменения. Теперь обратимся к соотношению когнитивного и аффективного в рациональной психотерапии. Патогенетическая психотерапия заимствовала ряд идей психоанализа, однако гораздо больше общего вынес рациональную психотерапию. Имена Дюбуа и Дежирина вот, наверное, объединяют, пишут через запятую. На самом деле, у них были диаметрально противоположные позиции в решении проблемы соотношения рационального и эмоционального в лечении невроза. Дюбуа считал, что в основе невроза лежит логическая ошибка больного в отношении причинных заболеваний. Поэтому задача состоит в том, чтобы найти эту логическую ошибку и путем правильных логических суждений исправить ее. Соотечественники и современники Дюбуа Дежирина и Гоклир, Гоклир был учеником Дежирина, принципиально не соглашались с концепцией невроза Дюбуа, считая, что в основе невроза лежит не логическая ошибка, а эмоциональная травма. Дежирин не был знаком ни с очерками истерии Брейера и Фрейда, ни с психоанализом, однако обосновал схожие представления на роль эмоций в происхождении психических заболеваний, в частности истерии. Он проводил случай больной, который парализовал руку, когда она хотела ударить мужа или девушку с пролечом ноги, поразившим ее после попытки изнасилования. Дежирин противопоставлял рациональной психотерапии Дюбуа как чисто интеллектуальной психотерапии убеждения, которое центральное место отводил эмоциональному компоненту. Он писал, психотерапия, если она хочет изменить психику больного, должна обращаться почти единственно к чувству и только изредка посещать высокие вершины чистого рафа. Авторы психотерапевтической энциклопедии под редакцией Кровоцарского пишут, что по своим целям, задачам и техникам проведения психотерапия Дежирина имеет много общего с личностно ориентированной психотерапией. Психотерапия убеждения Дежирина направлена на выполнение двух главных задач. Первая – восстановление, реконструкция личности больного. И вторая задача – это осуществление освобождающих действий, под которыми Дежирин предпринимает нравственное освобождение. Сегодня мы сказали бы катарсис. В качестве одного из наиболее эффективных освобождающих действий он предлагает исповедь. Как решается проблема соотношения патогенетической психотерапии? Основной метод патогенетической психотерапии беседа и дискуссия, что изближает ее с рациональным методом Дюбуа и психотерапии посредством убеждения Дежирина. В отношении роли эмоций в психотерапевтическом процессе симпатии патогенетической психотерапии несомненно на стороне Дежирина. Создатели патогенетической психотерапии Месищев, Яковлева, Зачепийский, Карвацарский подчеркивали, что процесс осознания должен быть эмоционально насыщенным в своей сущности. Работая с пациентами, они создавали климат доверительных отношений, способствующих ослаблению психологической защиты и самораскрытию пациента. И все же центр тяжести психотерапии приносился на сферу интеллектуального осознания. Этот момент отражался на проблемах соотношения интеллекта и разума и чувства в аналитико-катартической терапии. Принцип патогенетической психотерапии «Осознание должно быть эмоционально насыщенным» в акту претворяется в применении техники диалога с воображаемым собеседником, диалога с эмоционально значимой для пациента фигурой, включенной в сферу его переживания. В этих диалогах, проясняя конфликтные отношения со значимыми другими, пациент приходит к осознанию внутренних конфликтов, в основе которых лежат нарушенные отношения его личности. Благодаря такому новому введению аналитический или рациональный метод патогенетической психотерапии преобразуется в аналитико-катартический. Беседа сочетается с методом непосредственного переживания. Под переживанием принимается активный, результативный внутренний процесс, реально преобразующий психологическую ситуацию, переживание и деятельность. Терапевт активно включается в эту внутреннюю работу пациента, побуждая его в деятельности и направляя ее к достижению цели. Аналитическая беседа, дискуссия и диалоги пациента со значимыми другими составляют два последовательно сменяемых и взаимно дополняющих друг друга блока. Пресветуя общую стратегическую цель, коррекцию нарушенных отношений, эти блоки имеют разные тактические задачи. Беседа готовит почву для внутреннего переворота, сеет сомнения, расшатывает убеждения, обостряет противоречия. Здесь терапевт акцентирует когнитивный аспект изменений, в большей степени обращается к разному логике. В диалогах же акцент переносится на переживания, чувства и желания пациента. Задача диалога – достижение катарсиса или, как минимум, приближение к нему. Терапевт в этом процессе выполняет роль режиссера. Он помещает себя между этими двумя блоками и постоянно перемещается наподобие челнока от одного полюса к другому, перемежая беседу и дискуссию с диалогами. Тем самым обеспечивается баланс между воздействием на когнитивные и эмоциональные аспекты отношений пациента. Диалоги в актор находятся под контролем терапевта. Он, как тайный агент… По-моему, у меня перекутано что-то со слайдами… Ах, вот так, да? Диалоги в актор находятся под контролем терапевта. Он, как тайный агент, проникает внутрь переживания пациента и изнутри наблюдает, что происходит с пациентом, разбирается в его противоречивых чувствах, играет на противоречивых, сталкивает их, подогревает конфликт и доводит его до взрыва. Такая позиция терапевта, проникновение во внутренний мир пациента и соучастие в процессе его самопознания может быть названа управляемой интроспекцией. Весь процесс сравним с внутренним переворотом, личностной революцией, подготовленной, спровоцированной и осуществленной терапевтом силами терапевта. Почти цветная революция в духе времени. Следующий вопрос, важный для акта, это инсайт и катарсис. Для уточнения понятия катарсиса, который является центральным актом, обратимся к близкому понятию инсайта. Первые темы инсайта применил в психотерапии Фрэнч, заимствовав его у гештальпсихолога Келлера, который рассматривал его как практическое осознание или схватывание конфликтной ситуации. С тех пор основная проблема в психоаналитической литературе заключается в различении истинного или эмоционального инсайта от чисто интеллектуального инсайта. Большинство авторов считает, что такое различие существует и что оно играет огромную роль в случае зрения психотерапевтического метода. Акта разграничивает понятие инсайта и катарсиса следующим образом. Инсайт – это интеллектуальное явление, суть которого во внезапном понимании проблемы и нахождении ее решения. Катарсис – это феномен, при котором прежде подавленное, вытесненное психологическое содержание становится осознанным в виде озарения в результате предварительной, мучительной внутренней работы по преодолению душевного кризиса. Катарсис – это момент прорыва психологической защиты, сопровождаемой эмоциональными, когнитивными и телесно-физиологическими процессами. Катарсис связан не только с осознанием, но и с последующей трансформацией личности. Если инсайт – это эврика, то катарсис – это очищение, нравственное, духовное. Если инсайт связан с муками творчества, с интеллектуальными поисками решения задачи, то катарсис связан с муками совести. Исходя из такого понимания механизма катарсиса, применение аналитико-катарсисской терапии наиболее уместно в тех случаях, когда внутренние противоречия возникают в сфере нравственных отношений человека, когда затрагивается его честь, достоинство, чувство справедливости, сострадание и другие нравственные категории. В этом смысле катарсис выполняет очистительную функцию. И прежде, чем сказать благодарю за внимание, хочу сделать два таких объявления. Информацию по этому методу вы можете найти в интернете на Автодрайв. И еще очень важное объявление 16 декабря состоится от открытой секции аналитико-катарсисской терапии, которая будет иметь место в автовом зале в Семильяновской поликлинике в Изнесенский проспект 19, в область с улицы Казанского метро Сеннавиа. Приглашаются все желающие освоить этот метод. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Куда пошли в море? В Семильную организацию здравоохранения. В Мирную организацию здравоохранения. Можно их вопрос? Нет. Спасибо. Вот молодежь, жаль, но не будет видеть то, что пришла и не прослышала много. Я призываю как раз молодежи принять участие в работе в создаваемой секции. Спасибо.